Оформление диссертации Говоря об объеме работы, необходимо отметить, что объем основного текста диссертации на получение научной степени доктора наук должен составлять для общественных и гуманитарных наук 15-17 авторских листов, что соответствует 360-408 страницам формата А4. Диссертацию набирают на компьютере, используя шрифты текстового редактора MS Word, гарнитура Times New Roman, кегль 14 с полуторным междустрочным интервалом. Распечатывают с помощью принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4, то есть 210 на 297 мм. Для печати рукописи рекомендуется использовать бумагу одинакового качества. Шрифт печати должен быть четким, черного цвета, средней плотности, одинаковой по всему тексту диссертации. При печатании на портативном компьютере используется шрифт Times New Roman текстового редактора Word размером 14. Поля диссертации должны быть таких размеров. Левая не менее 20-25 мм, правая не менее 10 мм, верхняя не менее 20 мм, нижняя также не менее 20 мм. При таких ограничениях количество строк на странице будет равно примерно 30. Расположение текста в рукописи диссертации должно быть строго последовательным. Не допускаются разного рода текстовые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных страницах или на оборотной стороне листа, а также переносы кусков текста в другие места основного текста. Все страницы диссертации нумеруются арабскими цифрами, начиная с титульного листа, однако номер страницы на титульном листе не ставят. Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, начиная с номера 2, ставят на всех страницах, начиная с оглавления на верхнем поле в правом углу без точки в конце. Распечатки каких-либо дополнений включаются в общую нумерацию страниц диссертации и помещаются в приложение. Напомним еще об одной важной детали, которая необходима для оформления заголовков глав и разделов. Нумеруются только главы основной части. Все остальные структурные части диссертации не нумеруются. Так, например, заголовок введения следует написать введение, а не один точка введения. Если слово «глава» не используют, то номер главы, отображаемый арабской цифрой с точкой, отделяют от текста заголовка пробелом. Как вы уже знаете, при написании диссертации соискатель обязан давать ссылки на источники или материалы, отдельные сведения из которых были использованы в тексте. В противном случае есть опасность быть обвиненным в плагиате, а это серьезнейший проступок соискателя. Напоминаем, что при выявлении таких фактов диссертация на любом этапе экспертизы снимается с рассмотрения без права повторной защиты. Ссылки позволяют читателям, особенно рецензентам и экспертам, разыскать документы, на которые ссылается автор, и проверить достоверность сведений о личном вкладе соискателя в решении рассматриваемой проблемы. Обращаем внимание на то, что если один и тот же материал переиздавался, то ссылку следует давать на последнее издание. Хорошо организованная диссертационная работа должна иметь внутритекстовые отсылки. Если этих отсылок нет, то это, видимо, означает, что каждая глава толкует о своем отдельном, как будто сказанное в предыдущих главах, не имеет связи с другими разделами. Разумеется, существуют и такие работы, например, собрание документов. Но, по крайней мере, на стадии выводов и заключений внутритекстовые отсылки все-таки должны появиться. Грамотно сделанный с использованием компьютера гипотетический указатель предложит вам сетку номерков, которые вы будете проставлять повсюду, не имея ни малейшей надобности перелистывать страницы и искать место, где говорилось о том же самом. В основном в тексте диссертации обычно не допускаются никакие сокращения слов, кроме следующих общепринятых сокращений. Во-первых, те, которые делаются после перечисления. Перед вами на экране. При этом выражения и другие, и тому подобное, и прочие внутри предложения не сокращаются. Во-вторых, сокращения, которые делаются при ссылках, демонстрируются на экране. В-третьих, сокращения при обозначении цифрами веков и годов, также на экране. И в-четвертых, ряд общепринятых условных сокращений, которые также сейчас демонстрируются на экране. Важно отметить, что не допускаются сокращения следующих слов. Так называемый, так как, например, около, формула, уравнение, диаметр и некоторых других. Теперь поговорим о том, что касается оформления приложений. Таблицы, рисунки, чертежи, схемы, фотографии, как в основном тексте, так и в приложении к диссертации, должны быть выполнены в черно-белом цвете на стандартных листах размеров 210 на 297 мм с соблюдением тех же требований к полям, что и при оформлении страниц текста. Все подписи и пояснения к рисункам и фотографиям должны быть помещены на лицевой стороне. Рукопись, рисунки и фотографии должны быть без пометок, карандашных исправлений, пятен и загибов. Набивка буквы на букву и дорисовка букв чернилами не допускается. После перепечатывания и набора с помощью компьютера в рукопись диссертации необходимо тщательно вычитать. Это надо сделать, учитывая, что даже самые опытные и грамотные специалисты могут допускать грамматические ошибки и опечатки. Особенно много ошибок встречается при составлении библиографического списка источников информации, который в диссертациях принято называть списком литературы. Все выявленные ошибки и опечатки должны быть исправлены. Число самих исправлений должно быть минимальным. Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе оформления диссертации, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста машинописным или рукописным текстом. Многими научными издательствами рекомендуется не допускать более трех исправлений от руки, которые необходимо делать чернилами черного цвета.